Её визитная карточка в кино эксцентричная Сюзанна Брессар в детективной комедии «Ищите женщину». Режиссёр Алла Сурикова долго не могла найти исполнительницу, подходящую под описание. Церковная крыса, очкарик, сухарь в шляпе. И вот на одной из проб звёзды сошлись. Актриса органично вписалась в роль. А картину впоследствии ждал невероятный успех. Вот уже 31 год она ведущая актриса театра «Этсетера». чувствует себя там, как рыба в воде, легко перевоплощаясь в героинь Мольера, Шекспира, Островского, Сухого Кобылина. Её любимая фраза «Театр даёт кровь» зритель энергию о роли смысла. Сегодня моя героиня – народная артистка России Людмила Дмитриева. Здравствуйте, дорогие, уважаемые телезрители! Людмила Дмитриева. Сегодня моя героиня. И вот у меня какой вопрос, Людмил. Если бы, допустим, я была сказочником Шарлем Перро и писала бы сказку, и вы были бы главной героиней, то вы были бы какой? То есть вы были бы Золушкой или Ведьмочкой, или Северным Оленем, помните, Искай и Гердой? Да, конечно, помню. Или Гердой. Вы как бы попали в точку. Я, когда была в лагере, я очень хотела быть Золушкой. И мне даже кто-то сшил платьица. Но я не стала Золушкой, потому что я была скромная. И пока я пробиралась, куда мне надо было встать, уже другая девочка в более таком ярком платье вышла и всё сыграла. Я ни бабы Егой, ни Золушкой, никакой героиней бы не стала, потому что я скромная. Из какой вы семьи? Кто ваши родители? Обыкновенные. Мама. Очень красивая женщина была, молодая. И папа военный. Маме было 17 лет, папе было 20 чем-то, 22 года, наверное. Он в неё влюбился и... Пропал. И пропал. И женился. Дальше его послали в Литву. Мама забеременела, поехала к нему в Литву. Там она родила меня. И было всё хорошо. Но когда мне исполнилось два года, приехала бабушка меня. На коляске. На коляске, качала. А я всё время плакала. И одна литовка подошла к коляске, посмотрела и сказала, ваша девочка будет сиротой. Господи, Иисусе. Да. И бабушка сказала, а почему? На что она сказала? У неё очень крупные слёзы. Папу убили буквально, когда мне было два года. В Литве он ехал по заданию там. И машину всю расстреляли. И поиздевались, как потом мне сказали, над ним. Его привезли в Москву. В цинковом гробу. И вот красавица-мама, которая осталась с ребёнком, её привезли в Москву. Моя бабушка, папина мама взяла ухаживать к себе, потому что дедушка мой был тоже военный. Тоже, но уже майор был уже. Ну и очень переживал. И в скорости, и он умер. Потому что он очень любил моего папы. Потом мама вышла второй раз замуж. Там родила брата моего. Значит, я жила с мамой и с отчимом. Вот моя семья. И две бабушки. С первого этажа и с пятого. Пятый этаж – это жена военного. Там телевизор был, там машина была. Там было сытно. Жила одна, а другая дворником была. Но обе очень дружили. И та была с юмором потрясающим. И была очень добрая. Я своего мужа, моего дедушку, гоняла. Гоняла, потому что он был пьяницей. Вот моя семья. Но я скажу, что... А я всегда думала, а может быть, почему я артистка? Может быть, мой какой-то дальний родственник? Может быть, он священник? Ну, откуда? Корни-то не военные же. На что мне потом сказали? Уже не бабушка, никто. Что мой прадедушка был цыганом. Его подкинули к русским. Ну, там где-то на крылечке. И оставили. Он воспитывался у русских. Но всю жизнь был цыгане. Чем за имя? Лошадьми. Лошадником, да. Понюхом был. У него было три сына и одна дочка. И все получили высшее образование. Вот такая семья. Значит, мои корни цыгане. Да, цыганские. Ну, я похожа на цыган? Нет? Нет, не похожа. Но, наверное, вот эта вот вольная воля и музыкальность, это, наверное, и есть основа актерской природы от деда цыгана. Я думаю, что это даже не от деда, а оттуда вот эта свобода. Мне очень трудно чему-либо обучить, заставить. Это невозможно. Дает режиссер задачу, а я уже делаю ее сама. Была такая формула в Советском Союзе. Ширдин, то я придумал. Она звучит так. У нас актеры все заслуженно-заслуженные. И не заслуженно-не заслуженные. Мне кажется, что Людмила Борисовна, она относится к актерам немножко недооцененным. Потому что, помимо ее, несомненного, комедийного дара, который, да, ищите женщину, я просто влюбился, было понятно. После этого фильма, что у нас звезда яркая, рядом с Софикона не потерялась, а наоборот. Мне уже тогда хотелось с ней поработать. Но у нее есть свой, конечно, замечательный внутренний человеческий стержень. Она великолепный товарищ. Она настолько мудрый человек. И это чувствуется, это всегда есть. И не случайно она, ну, я не знаю, раз в 10, наверное, в своей жизни играла учительниц. Работать с ней – это одно удовольствие. Она великолепная актриса с большим багажом, с большой глубиной внутренней. Очень хороший, надежный товарищ, который она прекрасно чувствует. Партнера, она все время с режиссером, она работает очень, очень чутко. Потому что это не то, что ей кто-то что-то навязывает. Она все время ловит. Ищет жемчужин в том, что и говорят, даже если какое-то решение не нравится, предлагает сама. Я очень рад передать ей приветы. Таким способом и выразить надежду на дальнейшие какие-то наши встречи, на сотрудничество. А театр, как пришел в вашу жизнь? А я очень много читала. Я вот у бабушки, когда жила на пятом этаже, у нее был книжный шкаф. Бабушка читала, и я читала. А потом я представляла себя героинями. Героинями этих книг. И поэтому у меня внутри, наверное, уже вырастало что-то, что давало мне возможность быть или такой, или сякой артисткой. По-разному. Потому что богатое было воображение, что ли. Да, да, да. А в театр водили маленькую? Нет. Я жила совершенно в рабочей семье служащих. И мой отчим был рабочий из завода. Он был талантливый человек, рисовал картины. У меня не обижала вас? Мама с ним не ладила. И они дрались. А потом они били нас ремнем. Вот бабушка однажды увидела на моей спине такие полосы просто. Она пошла на завод, и вот такая семья. Но, однако, я росла и училась, и мечтала быть артисткой. Людмил, а вы вот маленькой знали, что такое артистка? Вот артистка – это кто? Я. Я у бабушки, помню, я стояла на кровати, такие кровати с этой сеткой. С панцерной сеткой, да? Да, да, да. Там были перины, там всё это было. Я стояла и пела. Потом я в детском саду была курочкой рябой, что ли. Потом была снегуркой. Но, вы знаете, для меня... Я смотрела, конечно, я смотрела телевизор, но для меня это было просто кино. Но поступили вы в технологический институт почему-то. Ну, потому что я проходила первый и второй туры, и дальше меня никуда не брали. Я очень скромная была и застенчивая. И мне никто не рассказывал, как надо себя вести. Я читала что-то, а потом меня отсеивали, отсеивали. Я приходила домой, и меня били. Ну, потому что нельзя идти в артистки, в проститутки. Нельзя, нельзя. Ну, что ты, надо идти, надо закончить институт. Короче-ка, просто били всё. Ну, и мне пришлось в текстильный... Да мне всё равно было куда. Я хорошо знала химию, там, какие-то предметы в школе. Я провалилась на сочинение, и меня перевели, потому что я все остальные издала очень хорошо, перевели на вечерние. И вот тут я встретила в текстильном институте, уже это было два курса, текстильный клуб, где был художественность, самодеятельность, кружок. Встретила там Леонида Николаевича Персиянинова, артиста, и сказала, что я хочу тоже вот к вам. Ну, прочтите что-нибудь. И я прочитала монолог Катерины из «Грозы». Со слезами, с соплями, всё как полагается. Очень искренне. Они обалдели все, потому что, ну, так никто из них... Не умел. Не умел даже так искренне вживаться в роль. Ну, а дальше друзья пригласили в Орюардова. Он пришёл, сел на такой стол напротив, а мы что-то читали. Вот так сел и уставился на меня. Я увидела его в глаза, я пропала. Я больше ничего не видела очень много лет. Я видела только Борю. Я влюбилась просто на всё. Это моя была первая и последняя любовь. Дальше были мужи я. Он тоже был моим мужем. Но это уже второй раз. Так полюбить нельзя. И Боря тоже вас полюбил? Ну, наверное, если он мне предложил... Руку и сердце. Ну, типа этого. А до этого у него была жена тоже. А, потом он со мной, значит, репетировал. Я поступила в Амхат, где... А он вам помог готовиться, да? Ну, да, да, да. Но я сразу-то не поступила, а сначала поступила в кукольную студию и в кукольный московский театр, где режиссёром был Гамзохорди. Он меня сразу взял. И когда мы ездили с кукольным театром по пионерским лагерям, я потом бежала, когда они ехали домой, бежала на электричку и в Амхат. Прибегала самая последняя, грязная, потная, и начинала читать. Там уже собиралась аудитория, которая хохотала до упадок. А я искренне читала «Воительницу», там ещё «Невский проспект» и ещё что-то. В общем, меня взял Маняков к себе. А Боря? А что Боря? Боря, вот у нас сначала был роман, а потом он предложил, и я на четвёртом курсе забеременела. А это, оказывается, Борина первая жена Мика Ардова. Она была у Манюкова тоже студенткой. И тоже на четвёртом курсе забеременела. И родила первую дочку Нину. Ага. А Аня уже была вторая дочка тоже от Бори, Аня Ардова. Она вторая дочка от Мики. А я сначала с ним встречала-встречалась. Он приходил иногда с Аней на плечах, маленькой. Она мне всё время говорила, иди отсюда, тётя, иди отсюда домой, иди отсюда. Поревновала, да? Конечно, конечно, маленькая была. Иди отсюда, тётя. Потом мы с ней подружились. Она была моей любимой падчерицей. Я поняла. И я, когда снималась, я всегда привозила ей платьице. Гостиницы какие-то. Платьице, там всё такое красивое. На что её бабушка Зуни Масевна говорит, Людочка, у вас что-то своя растёт. Зачем вы Аня-то? Я говорю, ну, я её люблю. Вам хат, вы как попали? Я уже родила на четвёртом курсе. Он с меня, Манюков, снял все роли. Ну, все роли, какие можно было, отдал другим. Но потому что не послушалась его. Я говорю, я рожу в августе. Я уже рожу. Виктор Калыч, я приду и буду играть всё. 15 сентября он перестал со мной здороваться. А 30-го я родила Машу. Потом я немножко её покормила, всё. Потом я пришла, и мне оказалось нечего играть. А это четвёртый курс. И надо поступать. Поступать и на работу, готовиться к выписку. Да. И я пошла прямиком к Олегу Николаевичу в Амхат. Я говорю, вот, здравствуйте, Олег Николаевич. Я бы хотела вам показаться. Что? Он говорит, а мы вас смотрим. И всё, и молчит. Я так постояла, поняла, что здесь тоже ничего не выйдет. Пошла домой и рыдала весь вечер. Вдруг звонок. Это говорит секретарь Олега Николаевича Ирина Григорьевна. Люда, зайдите в Амхат. Для вас Олег Николаевич предлагает роль в пьесе Нина Кутерницкого. Так, я попала в Амхат. АПЛОДИСМЕНТЫ И сколько лет вы там прослужили, Людочка? Шестнадцать. Это много. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы играли «Муж и жена снимут комнату Виктюка», она героиней была, а я вторую роль играла. А так как я в это время расходилась с Борей, и мне даже не до театра, и вдруг из зала сказали «Громче!». И тишина такая. Я так посмотрела в зал и пошла задом на своё место. Села и не понимала, что вообще делать дальше. А Катя, она говорит первую фразу, потом делает паузу, говорит, ну что, слышно? Она... И дальше пошёл спектакль, и я влюбилась в Катю. Конечно. Да всё осталось, всю жизнь мы с ней подружились. Конечно, я понимаю. Она меня так выручила. Она меня так... Потом она ещё на ордынку приходила, она меня оттуда вытаскивала. Она... Вот когда расходились, да? Да, мы трудно расходились. Я его очень любила. Очень любила Боря. А почему же вы его не удержали? Я была тогда слабая. Я так его любила. А рядом, там, в другом месте, где он мультяшками занимался, была другая женщина, которая очень хотела его прибрать к рукам. Она была режиссёр-мультипликатором. Боря ей помогал. И, естественно, там возник роман, она оказалась сильнее меня. И он очень долго только мне... Не мог, да, я понимаю. Я под машину бросалась. Я безумно его любила. Я очень много лет только Борей жила. У меня был мужчина, который потом стал моим мужем, но все знали, что это невозможно. Это навсегда. И в этот момент, когда вы расставались, вы из МХТ уходили? Или это позже произошло? Или всё в один момент? Нет. Из МХТ я уходила, потому что я уже жила со вторым мужем, с Юрой. Я родила и не поехала на гастроли. Вот тут меня и... Выгнали, понятно. Ну, так они с Олегом Николаевичем на гастролях, с нашим любимым Табаковым. Надо было Табакову пристроить определённое количество его артистов в театр. И он так по списку. Ага. Савина ходила к нему. Это мне потом рассказывали. И Савина. И Савина говорит, что ты делаешь? Олег, это же ведущий, играющий артист. А что ты делаешь? Ну, это уже звёздочка для меня зашла. Евгений Стеблов сейчас два слова нам о вас скажет. Она профессиональный человек очень. Может быть, даже иной раз излишне. То есть у неё есть какие-то навыки такие, от которых она не всегда может сразу отказаться. Люда, она больше держится за то, что у неё наработано. Она одна из аксакалов этого театра Калягина. Поэтому она там в строгости многих держит. Вот я наблюдаю, как с ней общаются. Люда, она так любит приструнить. Мы с ней достаточно быстро нашли общий язык. И до сих пор, в общем, без всяких трудностей и сотрудничаем. Иногда она бывает после спектакля в восторженном состоянии. Перед тем, как вот закрылся за нос, а потом поклоны идут. Вот перед поклонами она очень часто говорит, иной раз мне комплименты. Я тоже говорю ей спасибо. Ну, в общем, как-то корректно мы с ней работаем, нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ Женечка, спасибо большое. Но я никого не держу. Это я просто когда на репетиции, может быть, что-то позволяю. А так я со всеми дружу. Я очень мягкий человек. Нет, это я всё понимаю прекрасно. Просто, наверное, я так думаю. С вами на одной сцене играть сложно. Люд, потому что... То есть если на сцене будет самый лучший артист, например, Евгений Стивулов и Людмила Дмитриева, то все всё равно будут смотреть на Людмилу Дмитриеву. Это как Кама Гинкас, когда он ставил вагончик ещё в молодость, когда я учила, это работало у Олега Николаевича. Он ставил вагончик. Он хотел давно меня пригласить к себе, но Олег Николаевич сказал, Люда занята. Ну, а я хожу по театру, ничего не делаю, только переживая, что меня никто не берёт в работу. Уже у него выпуск спектаклей. И вдруг он ко мне подходит. Он тогда нервный, молодой был, талантливый. Кама. Люда, а вы могли бы меня выручить? Я говорю, да ради бога. Маленькую роль сыграть. Просто выйти и сказать, встать, суд идёт. Ну вот один раз. Только один раз. Я говорю, ну хорошо, ладно. Была какая-то репетиция перед премьерой. Я нашла какое-то серенькое платье. Я вышла и сказала, встать, суд идёт. Ну что ты, какое-то такое. И села за стол. Значит, премьера закончилась. Я сижу, рыдаю, потому что все играют. Играют хорошо, а я ничего не делаю. Я встала, поправила скотёрку там. Опять села. Когда закончился спектакль, я пулей выскочила. И вдруг кто-то мне говорит, тебя ищет, Кама. Гинкас, а? Да. Люда, Люда, я вас поздравляю. Вы просто после героини вторая роль. Я ему верю. А к ВЦТРА вы когда пришли к Калягину? А он меня пригласил. Только меня одну из всего МХАТа. И это судьба моя оказалась. Именно он. Я очень много играла у него. Разные вещи. И вот я стала народной артисткой. Даже какой-то орден там что-то такой. Как я его получила, так я его и положила. Потому что приятно, конечно. Но мне-то ролейба каких-нибудь, а не ордена. Мне же это... А вам мало, Людмила? Мало. Спасибо, Саши. Я много. И разных играла. Но все равно, даже вот сейчас, мне все-таки еще что-то хочется сыграть. Что с вами, бабушка? Забыла я сказать Александру. Потеряла память. Сегодня получила я письмо из Кальства от Павла Алексеевича. Письмо в свою новую прошу. Интересно? Интересно. Но как-то странно. Опровергают то, что семь лет назад там же и защищают. Это ужасно. Маман, ничего нет ужасного. Я хочу говорить. Мы и так пятьдесят лет говорим, читаем прокуры, пора уже петь и маманчат. Да почему-то неприятно слушать, когда я говорю, что ты ужасно. Но последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю. Ты был человеком определенных убеждений, светлой личностью. Да, я был светлой личностью, от которой никому не было смешно. Теперь хочу поговорить о кино. Фильм, который на все времена останется, это «Ищите женщину». Какая была история с этой Сюзанной Брессар? Как вы себе ее придумали? Вы же вообще другая. Когда были пробы уже с Мишей Аграновичем, оператором, и с Аллочкой, я сделала себе кудри, химию. Ну, я же понимаю, что все суженки, они же все кудрявые. Я прихожу на эту пробу, вот у меня проходит проба. И Миша шепчет что-то Аллочке. Агранович. Потом она говорит, будьте любезны, принесите короткий-короткий парик. И я еще раз все это сыграла. Повторила. И благополучно уехала на гастроли с Амхатом. И вдруг мне говорит, вы утверждены. Я прихожу, ну, мне стали шить костюм. Я думаю, господи, какой же костюм-то бездарный. Как-то серый. Ну, да. А теперь-то, оказывается, я самой модной была. Да, да, да. Женщина в сером. Еще с этой прической лысой. Да, да, да. Я хочу знать правду. Где мы, Тороше? Со мной сейчас будет истерика. Мадемуазель Ренуар, успокойно. Что? Ренуар? Я мадемуазель Сюзанна Борисан. О, прости. Не путать меня с этой распутницей. А мадемуазель Ренуар распутница? Да, интриганка. Я много не знаю, я вам все расскажу. И об остальных тоже, обо всех. Я сумею отомстить за мадемуазель Роше. Мадемуазель Бессар, успокойтесь. Может быть, вы чего-нибудь выпьете из запасов мадемуазель Пастик? Я не пьяница, как мадемуазель Пастик. Что? Я пьяница? Это надо рожать, чтобы напугать меня. А я не пьяница, я сердечница. Истеричка! Змейные жала. Церковная крыса. Очкарик, сухарь в шляпе. Убийца. Перед съемкой я сижу, и рядом сидит какая-то женщина. Никакая. Ну, просто сидит в себе. Ее что-то гримирует. Ну, посмотрела, и дальше я занимаюсь собой. Потом грим, значит, прошел. Я оборачиваюсь. Соловей. Да такая красивая. Да в таком парике. Я, блин, думаю. Кто это? Кто это? Кто это? Это соловей. Вот так я стала знакомиться со всеми. Очень меня удивил Басов, которого поймали в коридоре. Так мне казалось. Может быть, это было не так. Но как я себя? Поймали в коридоре, сказали вот то-то, то-то. Вы, значит, француз, у вас собачка. Вы, значит, заказываете там музыку что-то. На похоронах. На похоронах. Да, да. Я была потрясена, как он сразу вошел в образ, как он точно, как он... И ушел. Ага. И все. Но главное, я знала, что мне играть. Я поняла, что у нее только одна любовь. К Мэтро Роше. К Мэтро Роше. Все. И больше нет у нее ничего в этой жизни. И когда я увидела этот фильм в маленьком зале, просмотровом на Мосфильме, все мы сидели, смотрели, и я сидела рядом с Юрским, естественно. И я начала с середины фильма уже плакать. Потому что я была хуже всех. Свет загорается, и Юрский говорит, Людочка, у вас прекрасные роли, я вас поздравляю. Я сказала, да, спасибо. Не поверив ни секунды никому, и смылась домой. И дальше все. В общем, я очень долго привыкала к своей роли. Я думала, что я хуже всех очень долго. Вот сейчас Сурикова нам расскажет, какая вы были. Наша с ней картина, наш фильм «Ищите женщину». Когда я читала в интернете биографию Люды, я посмотрела, что она снималась у меня еще в двух картинах. И она мне говорит, вы знаете, сколько у меня поклонников оказалось в роли телережиссера в картине «Искренне ваш». И я специально вчера посмотрела свою картину и нашла эпизод Люды, где она говорит, так, камерочку сюда, пожалуйста, рамочку подвиньте, панорамочку проведите, на девчушечку наезжайте, и вот эту деталечку крупненько покажет. Вот так. Многие красавицы-актрисы, которые активно, радостно, великолепно снимаются, будучи молодыми, вдруг уходят с дистанции, когда приходит возраст. А Люда в театре Галягина, в фильмах, в жизни, она не только не теряет, она свой накопленный опыт превращает в такой посыл зрителю, потому что в ней столько таланта, столько эмоциональности, столько неожиданности, столько сочетания вот того, о чём говорил Николай Трофимович комедийного и трагедии комедии в одном флаконе, что это всегда будет востребовано, чего я ей желаю. Людмила, я хочу вот ещё что спросить. Что вы любите и что вы не любите? Про то, что вы любите свободу, и вас нельзя заставить что-то сделать, вы это можете только сама. Я это поняла. А ещё что? Знаете, я люблю людей. Просто людей. Мне очень нравятся обыкновенные люди. Консьержка, она всегда мне рада, потому что я ей рада. Я ей делаю приятно, если она, допустим, с мужиками помогает им чистить. Лёд. Лёд. Я и шоколадку даже принесла, и гуссония. Я тебя умоляю, возьми, ты так работаешь, как мужики. Спасибо тебе. Я люблю людей. Это раз. Я, конечно, не люблю вранья и предательство. Это мне очень трудно пережить. Я стараюсь, но это очень трудно. Я очень люблю собак. Кошек меньше. А собаки – это моя страсть, и они меня любят. Я могу со сворой собак ходить и радоваться. И они меня будут хоть по царской тропе провожать. Провожать, да? Да, да, так и было. Я ещё не люблю мыть посуду, потому что на Ордынке, где я была у Бори, я вымала так же, как и разбила сервизы. Бесконечно, просто, потому что всё время люди приходили. Гости. Гости, гости, чай, кофе, чай. Терпеть не могу это. Людмила, спасибо вам большое. Людмила Дмитриева, на мой взгляд, великая актриса. И человек, который любит людей, не любит мыть посуду, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, конечно. Я желаю Людмиле любимых людей рядом, преданных собак в доме. И чтобы на столе всегда стояла чашка горячего кофе. Редактор субтитров А.Семкин